Ну а теперь в Устьянский район. Есть там одно необыкновенное место под названием Малиновка. Сегодня это больше, чем просто центр лыжного спорта. В любое время года даже самый искушенный турист обязательно найдет, чем там можно заняться. А чем же, давайте спросим у Ольги Ижимцевой, начальника отдела туризма центра лыжного спорта Малиновка. Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. Вот, Ольга, у нас такой вопрос. В самом начале в Архангельске снега еще нет, но мы с удивлением узнали, что в Устьянском районе уже вы лыжный сезон открыли. Как так получилось? Хочется спросить, откуда снег? Да, в Устьянах уже зима, и на самом деле на этой неделе в центре лыжного спорта Малиновка у нас открылся лыжный сезон. К нам приехали команды из других регионов. У нас есть небольшой секрет, мы умеем договариваться. Но на самом деле, на случай вот такой непогоды, у нас есть снежная пушка, которая позволяет нам держать наши трассы в хорошем качестве. А приехали команды, вы сказали, откуда? Команды из регионов, там, где еще нет снега. У нас есть московские команды, из Ярославля приехали, то есть те, кто на сегодня очень рад, что у нас есть такая трасса и позволяет тренироваться. То есть на трассах Малиновки жарко уже, да? У нас уже жарко, да. Ну вот чемпионаты первенства России по лыжным гонкам пройдут как положено, так ведь, наверное, да? И разместить, и накормить, и развлечь спортсменов удастся. Да, в этом году у нас вновь очень ответственный момент. Как и в 15-м году у нас пройдет чемпионат России. И здесь мы понимаем, что только в обоюдной командной работе все будет очень хорошо, и поэтому уже на сегодня ведется подготовка к данному событию. Очень надеемся, что мы удивим тех, кто приедет нашими какими-то новыми задумками, и все пройдет на высшем уровне. Готовятся все. Начинают всех уровней власти, и мы на местах у себя тоже готовимся. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Даже не надеюсь, а верю, что все будет хорошо. Ну чемпионат это всегда здорово, и любые соревнования там собирают очень много людей в Малиновке. А вот просто так приехать отдохнуть компанией, семьей, с друзьями, ведь возможно, да? Что ждет гостей? Какие занятия можете предложить? Спасибо за вопрос. Для нас это очень важный вопрос, потому что на сегодня мы ведем активную работу, чтобы к нам приезжали туристы. Не просто по каким-то событиям, а приезжали отдохнуть на наши предложения. И на сегодня у нас есть, ну, во-первых, новость хорошая, что у нас выросла наша горнолыжная, горнолыжный склон подрос на 70 метров. Ну, я думаю, что те, кто занимается горными лыжами, это оценят. Перепад высот тоже, соответственно, вырос. Плюс ко всему в этом году мы для туристов запускаем новое предложение, это снежные сафари, такие наши снежные сафари по северным деревням. То есть это маршруты, которые связывают центр Малиновка с нашими достопримечательностями, с нашими деревушками, с нашими уже разработанными готовыми программами, которые вот уже есть и себя зарекомендовали. Это гастрономические программы. А добираться до деревушек как? На снегоходе? На снегоходе, да. Я думаю, что будет интересно тем, кто увлечен экстремальными видами отдыха, спорта, свои 100 километров проехать по нашей заснеженной тайге и увидеть наши деревни, и ощутить тепло наших жителей в этих деревнях. Поэтому вот такие туры у нас запускаются в этом году. Ну и плюс ко всему у нас есть предложение для семейного отдыха, для корпоративного отдыха. То есть на самом деле линейка предложений большая, поэтому мы будем рады, если к нам туристы поедут. Ольга, у нас есть звонок в студию. Давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ирина. У меня такой вопрос. Я могла бы приехать в Малиновку с ребенком, ему 10 лет. Не будет ли ему скучно там? Спасибо за ответ. Спасибо большое, Ирина. Ну, спасибо за вопрос, Ирина. На самом деле скучно точно не будет, потому что как для взрослых, так и для детей у нас есть различные предложения. Ну, начиная от всех активных возможностей, то есть это и катание на лыжах, и возможность быть в конном клубе, и катание на лошадях, возможность поехать в наши опять-таки какие-то объекты показом. И плюс ко всему для детей у нас работает ряд программ, которые в рамках летнего отдыха, в рамках каникул реализуются на нашей территории. Благодаря нашим партнерам, вот компании «Семь континентов», с которой мы уже не первый год работаем. И вот на это лето у нас, допустим, планируется пять смен для детского отдыха. Они не просто смены, всегда какая-то тема есть, допустим, там творческая тема, патриотическая тема. То есть мы стараемся, чтобы детям было полезно, интересно, ну и понятно, что активно отдыхали. Одним словом, все в Малиновку. Да, мы будем рады всем, мы готовы любые предложения. То есть не просто там вот у нас есть какой-то тур, и вот мы только так вас будем принимать. У нас есть такое понятие конструктор тура. То есть мы вместе с туристом можем сформировать так его отдых, чтобы было и понятно, и хотелось, и то есть вот, чтобы всем было интересно и нравилось. Ну, я думаю, что, в общем-то, запрос-то северян и гостей сегодня понятен, да? Мы хотим отдохнуть по максимуму, хотим отдохнуть с максимальным комфортом, чтобы было что-то интересное. Поэтому я думаю, что в Малиновке-то здесь как раз и все карты в руки. Да, мы готовы. Мы готовы принимать туристов и на любое предложение ответить. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Ольга. Напомню, Ольга Ижимцева, начальник отдела туризма Центра лыжного спорта «Малиновка», была сегодня у нас в гостях. Ну, что же, время нашей программы неумолимо подходит к концу, поэтому мы вынуждены с вами попрощаться. Спасибо вам, наши телезрители, за то, что продолжаете нас смотреть и вести с нами диалог. Ну, а если говорить о развитии туризма, то Архангельская Элба сегодня действительно открытый регион для гостей со всех властей и, конечно же, из-за рубежа. Да, и для своих карты туробъектов отличная возможность по-новому открыть для себя малую родину. Помните, удивительное всегда рядом. Удачи вам, интересных путешествий и до встречи в эфире. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова